Праздник знаний Праздник день знаний Всемирный день мира День революции в Ливии и в Египте Праздник цветов в Нидерландах День труда в Пуэрто-Рико Еще есть необычные праздники День рождения осени И день очкарика А также в этот день Дни Вильнюса в Литве И винный фестиваль в Португалии А в народном календаре Фекла-Свекольница Именины в этот день отмечают Андрей, Николай, Тимофей и Фекла В этот день в истории есть знаменательные события В 1255 году основана крепость Кенигсберг В 1862 году в США вводится федеральный налог на табак В 1897 году в Бостоне открылось метро В 1902 году во Франции состоялась премьера научно-фантастического фильма Путешествие на Луну В 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок А в 1939 году началась Вторая мировая война В 1919 году в Москве основана первая государственная киношкола В 1922 году запущена первая радиопрограмма ежедневных новостей Радио Дайджерст В 1926 году в Турции разрешаются гражданские браки В 1951 году в Лондоне открылся первый супермаркет В 1953 году открылось новое здание МГУ на Ленинских горах В 1962 году ООН сообщает, что население Земли превысило 3 миллиарда В 1964 году в Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр «Украина» В этом же году впервые на экранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши» В 1969 году день рождения белорусского ансамбля «Песняры» В 1985 году обнаружены в Атлантическом океане обломки Титаника И в 2004 году в Беслане произошел теракт в школе номер один И родились в этот день В 1651 году Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I В 1835 году Уильям Стэнли Джеванс, английский экономист, статистик и философ логик В 1856 году Иннокентий Анинский, русский поэт Серебряного века В 1875 году Эдгар Бероус, американский писатель В 1899 году Андрей Платонов, советский писатель, драматург В 1923 году Рокки Марчиано, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе В 1935 году Сейдзи Оцава, японский дирижер В 1936 году Валерий Легасов, советский ученый, химик-неорганик, академик, герой России В 1946 году Но Му Хен, корейский президент В 1957 году Глория Эстефан, латиноамериканская певица, автор песен В 1971 году Геннадий Бочинский, российский радио- и телеведущий, продюсер И в 1973 году Сергей Бобунец, российский рок-музыкант, поэт-композитор, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Самая большая тюрьма, в которой живут люди, это боязнь того, что подумают другие На сегодня все, еще раз поздравляю вас с первым сентября Не забывайте ставить лайки Всем пока!